На страницах издания «Экономическая правда», которая раскрутилась за счет убийств ее сотрудников Георгия Гангадзе и Павла Шеремета, вышло интервью главы пивной разливайки «Халцберг, Украин». Евгений Шевченко, так именуется директор пивзаводов, позволив себе рассуждать про катастрофическое положение Украины. Вопросов нет, все украинцы и без него знают про тотальную коррупцию, отсутствующие технологии и правовой беспредел в нашей стране. Однако загвоздка в том, что Шевченко не гражданин Украины. Он из России, родился в Нижнем Тагиле, был топ-менеджером в алкогольной фирме «Лебедянский». Кстати, этой компанией владел ранее депутат Государственной Думы РФ Николай Борцов. Он голосовал за аннексию Крыма путинско-российскими войсками. Борцов классический рейдер народного имущества. Будучи директором Лебедянского, путем махинаций отжал этот завод и сколотил на нем состояние, заплатив за успех смертью сына. Но вернемся к гендиректору Каусберга. Русский хряк приехал в Украину в 2014 году, до этого имев опыт работы лишь в Рашистане и Узбекистане. Откуда же может знать этот пляшивый русский, как должна развиваться Украина? Как он может себе рассуждать на подобные темы? Ведь он не политик, не член правительства и не гражданин Украины. Он лишь клерк частной компании. Информационная война, начатая Путиным против Украины, еще с нулевых годов ни на секунду не останавливается. И высказывание россиянина Шевченко тому подтверждение. Команда актуальной правды обращается к контрразведывательному подразделению СБУ. Пристально обратить внимание на этого персонажа. Субтитры создавал DimaTorzok